я вижу многие здесь уже пришли вовремя и большое вам спасибо за пунктуальность меня зовут алексей сидоренко я руководитель теплицы социальных технологий и коллеги влад мы можем в принципе уже всех звать наверно тоже наверх нужно подняться что мы уже в общем начинаем уже наверное нет что-то срочно я думаю сейчас мы всех постепенно дождемся и чтобы не тратить ваше время я расскажу при первом делом немного о теплице а собственно кто мы что мы почему мы делаем то что мы делаем во первых теплицы это общественный образовательный проект направлен на развитие сотрудничества между некоммерческим айти сектором скажите кто из вас когда-либо слышал о теплиц социальных технологий отлично это очень хорошо потому что многие из вас не знают мы наверное возможно когда-то вы натыкались на наши материалы но собственно что мы делаем да наша задача это наведение мостов создание инновационных сетевых приложений улучшение качества услуг оказываемых некоммерческими организациями и то все все это в том числе всем этим в том числе мы заниматься на сегодняшнем хакатоне и я просто расскажу вообще в целом шире до что мы сделали мы существуем уже четыре года несмотря на то что у нас штаб-квартира в москве но у нас огромная распределенная скажем огромная у нас около 20 человек но при этом важно то что она распределена у нас три человека в петербурге у нас в том числе есть начиная с марта это наша вторая попытка представитель в самаре александра агаповой и вот она стоит сейчас у на ресепшене и мы я попрошу александру представиться вот а пока я расскажу собственно что мы уже успели сделать за четыре года мы провели более 500 мероприятий как онлайн так так и оффлайн с более чем 20 тысячами участников которых посетила и вот только это уже шестой вот из современной серии региональных хакатонов мы прошлом году удачно съездили в пермь нижний новгород иркутск новосибирск ульяновск кроме региональных катонов мы проводим так называемую конференцию провалов различные мастерские в марте 5 марта поддержали все четыре региональных мероприятия по открытым данным кто-нибудь из вас интересуется открытыми данными в самаре есть портал открытых данных тогда это отлично это еще пространство для развития кроме того мы занимаемся публикациями на наш сайт феврале зашло 270 тысяч человек а в среднем за всю нашу историю 3 миллиона у нас много видео уроков и как вы видите мы все что мы делаем мы записываем и выкладываем в интернет чтобы все остальные могли посмотреть и послушать особенно из регионов и у нас уже там больше 250 тысяч просмотров в фейсбуке мы активно сейчас во вконтакте там прошли метку 6000 человек ну и для нас важно что мы вовлекаем аудиторию в целом в образование на тему айти услуг и айти сервисов и как они могут быть использованы на благо общества кроме этого кто из вас вообще не имел дело сайте айти сервисами информационными технологиями дальше чем пользование в контактам или или фейсбуком отлично у нас есть смелые люди которые не боятся признаться но те кто интересуется созданием сайта у нас есть например курс онлайн курс полностью от нуля и собственно до завершения мы знаем уже истории когда действительно люди которые никогда не занимались информационными технологиями создают сайты и испытывают некую радость по этому поводу потому что это все-таки не какая-то черная черная магия не какие-то космические технологии это все подвластно людям которые просто умеют слушать и читать кроме этого и сегодня с нами практически пол в полном составе отдел разработки они вот сидят ближе к этому углу да вот мы занимаемся разработкой и собственно что вы вы наверное спрашиваете окей вот мы пришли на какое-то странное мероприятие эти люди заставляют нас или приглашают нас провести два выходных дня из я очень рад что погода еще не не солнечная вот и соответственно выбор не настолько сложен но летом проводить хакатоны значительно сложнее потому что ну действительно выбор такой не непростой вот но я просто покажу что что получилось в результате вот один из хакатонов это на питоне next gis победила сделала такой краудсорсинговый редактор карт на основе open street map в петербурге победил навигатор для людей с ограниченными возможностями которые показывают не просто прокладку маршрута прокладку маршрута с учетом барьеров да мы здесь прошлись по улицам самары несмотря на безумно прекрасные вот богатые фасады особняков конечно с тротуарами скажем так здесь в плане барьеров барьеров много наверное такая карта особенно для людей на колясках тоже пригодилась тем более это open source все наши победителях катонов это выкладывают код в открытом коде это наше требование но при этом от этого выигрывают все да во первых того что это можно развернуть развернуть в других городах вот во вторых это можно дополнить и вокруг этих инструментов формируется программистское сообщество в пензе победил инструмент направленный на распространение питомцев из питомника и они с января 2015 года распределили уже аж 494 питомца и вот это сделано красиво это тоже можно взять установить поменять логотип и использовать самому на хакатоне равных возможностей по посвященным технологиям для людей с ограниченными возможностями победил мессенджер сезам это надстройка на на мессенджер вконтакте который позволяет обмениваться только изображениями специально созданными изображениями для людей с аутизмом получил достаточно широкую прессу пермики выиграли с проектом посвященным визуализации открытых данных вот здесь вот можно залезть и я выложу эту презентацию то есть вы можете покликать посмотреть на все все эти ссылки в на страничке мероприятия в фейсбуке все из фейсбуке или вконтакте удобнее в к ладно тогда выложу и туда и и и сюда и раз в контакте она ну во первых она берет большие массивы данных которые есть позволяет их в том числе проанализировать визуально да как это располагается на карте в данном случае это что у нас это это все дома петербурга они по точкам но они сгруппированы по по эпохам их создания то есть например от хрущева брежнева до ельцина до дореволюционной постройки таким образом вы например хотите обойти и это например все данные это официальные данные выложены на портале открытых данных пермского края вот вы например хотите сделать например для школьников какой-то какую-то экскурсию посвященную только дореволюционным строением но здесь в принципе в центре самара я думаю можно просто идти по любой улице там в любом направлении вот но эта ситуация не характерна для многих других городов во вторых есть тоже вот экологи например сделали портал который призывает к заботе о своих зеленых насаждениях они вообще закортировали все деревья еще привязали ряд природоохранных функций своему приложению вот говорит горький это онлайн комьюнити радио в нижнем новгороде наставничество это приложение такая анкета для наставников для сирот экотерритория победитель иркутского экохакатон это дополненная реальность где вы на андроидом смотрите на территорию вам показывают места места где можно заняться раздельным сбором точнее раздельным сбором мусора где раздельно собирают мусор да ну и для нас важно то что это новые гражданские приложения с открытым кодом кроме этого у нас есть конкурс малых сайтов и здесь мы особенно гордимся организацией помощью организации слепых и любых и людей с слабым зрением когда мы сделали полностью сайт доступный для читалок для слепых людей соответствующий стандартам WCAG специальные стандарты которые позволяют людям слышать ваш сайт и для этого нужно качественно перестраивать структуру вашего сайта чтобы любой слепой человек который просто слушает это в принципе на и на windows и на макосе уже есть такие такие устройства которые значительно облегчают жизнь людям которые просто не могут видеть текст кроме того мы помогли фонду живой и буквально сразу в течение трех дней после установки в рамках конкурса малых сайтов удалось спасти жизнь Елене Гавриленко с помощью плагина Leica это плагин для сбора пожертвований он бесплатный с открытым кодом о нем я чуть позже расскажу вот тоже мы помогли фонду лучшие друзья которые помогают людям с ДЦП здесь еще много всего ну и собственно одна из наших функций которые мы оказываем некоммерческой организации с нашей помощью получают новые каналы связи новые формы коммуникации с благополучателями и таким образом могут осуществить лучшую свою миссию онлайн лейка это плагин для сбора пожертвований мы сегодня Лев Звягинцев расскажет про то как ее установить использовать и все секреты мы буквально сегодня оказалось что больше 500 организаций активно собирают то есть это вот не просто метрика тщеславия а настоящий показатель собирают с помощью лейки деньги и для нас это упрощение и увеличение прозрачности сбора пожертвований кроме того есть платформа айти волонтер и тв тестру где уже больше 211 задач закрыты это не просто какие-то маленькие задачи а в том числе крупные и вы можете добавить свои задачи например вам нужен логотип или сайт если вы не коммерческая организация и наоборот вы можете кому-то сделать логотип или сайт либо по в зависимости от той цены которую выставляет это может быть благодарность да это можно спасибо понимаю что спасибо в карман не положишь но кто-то иногда там небольшой гонорар в том числе выставляет но для нас это скорее платформа для пробона помощи и для нас это возможность масштабировать помощь НКО потому что ну все сами мы далеко не всегда можем оказать подобные услуги пасека это и как раз здесь с нами Анастасия Гулявина она расскажет в целом значительно подробнее чуть позже про пасеку это программа специально сориентированная и это такой некий стандарт качества для организации оказывающих пробона помощь и мы приглашаем присоединяться к программе я здесь не буду сейчас останавливаться на этом также мы у нас есть отдельный плейлист по компьютерной безопасности компьютерная безопасность мы считаем важна у нас есть короткие видео уроки до 5 минут сайт конструктор гигер и как его быстро запустить течение 20 минут расскажет Глеб Суворов наш руководитель разработки аудит вы можете проверить насколько хорош ваш сайт и здесь я уже немножко отстаю по времени расскажу собственно о нашем мероприятии прежде всего мы здесь для того чтобы познакомиться переосмыслить и доработать ваши проекты кто у вас сегодня пришел с вашими проектами скажите пожалуйста ура у нас много проектов и мы их будем защищать пожалуйста обратить внимание что время на презентацию сегодня и которого у нас вот здесь выделено синим 16-15 вот вас будет всего 2 минуты вот 2 минуты поэтому старайтесь быть краткими но что важно в течение хакатона во-первых с помощью менторов попробовать вообще задать вопрос а нужно ли мне то что я хочу правильную или я проблему решаю вот во вторых создать короткий прототип упаковать его да как с точки зрения бренда вашего проекта чтобы его можно было представлять кому угодно вашим друзьям инвесторам и так далее ну и выиграть что у нас получают победители во-первых есть один победитель которого приз которому присуждают жюри и победили получать семьдесят тысяч рублей на доработку проекта эти деньги нельзя использовать себе на пиво или на торт или на поездку в какую-нибудь страну я хотел сказать какую-то известную страну потому что лучше наверное ее не называть вот или не страну или поехать на Алтай или на Камчатку или в общем куда угодно поехать вот но этого нельзя будет сделать то есть эти деньги непосредственно нужно потратить на то чтобы сделать вот этот вот прототип который вы хотите завершить и мы считаем что это некие посевные посевные средства да которые дальше вам позволят каким-то образом достичь желаемого результата то есть нам важно помочь вам загнать эту вещь и плюс это не просто деньги это и советы и некая инкубационная программа которая у нас подробно описано то есть мы помимо того что вы запускаете проект инвестируете то есть мы инвестируем в это деньги это то мы еще помогаем с раскруткой высылаем пресс-релиз по нашей базе данных журналистов публикуем это на сайте и здесь в общем это достаточно хороший серьезный старт кроме того с нами сегодня соня элитерман которая откроет мероприятие уже сущность на точке зрения и соня представляет стрелку стрелка это институт стрелка и журнал стрелка да я знаю что это отличается но так ли да вот это это очень важно важный институт который в принципе определяет современную мысль городостроительную архитектурную урбанистическую в россии и нам очень и у них в том числе в стрелке есть школа вектор и мы и соня да присудит фактически или жюри присудит 10 подписок лучшим 10 проектам то есть фактически никто не уйдет обиженным вот а во-вторых программист то есть александр добру сейчас пятница да прошу прощения с нами александр есть уже да отлично вот вы же будете в жюри да вот и как человек в жюри обладающий компетенциями именно программистскими александру будет порочено выбрать сам выбрать самый самый технологически продуманный проект и у нас есть набор ардуино кто знает что такое ардуино ардуино это отлично один человек знает что ардуино два три человека знают четыре пять шесть семь больше вот это 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 хардверная разработка такая абсолютно гиковская штука вот и здесь этот приз будет независимо вручен то есть отдельно там проект который соответствует критериям отдельно ардуино также мы попытаемся найти здесь у нас некоторые возникли сложности технические с призом для дизайнеров у нас есть здесь дизайнеры да отлично в общем мы работаем над вашим призом это будет тоже отдельный приз который будет не зависит не будет зависеть от основного приза вот просто это в общем красивая красивая штука для дизайнеров вот и завтра в 19.00 защита у нас члены жюри уважаемые из разных сфер и все относятся напрямую к самаре то есть у нас здесь местные жюри вот ну как бы соня она изначально из самары да поэтому тоже можно сказать местная вот и критерии оценки у нас для основного приза это четыре критерия полезность то есть важность поставленной проблемы и насколько реализуется поставленная проблема реализуемость мы все-таки хотим видеть это приложение как некое минималистическое это все критерии есть у нас на сайте самара тестру наличие цифрового технологического компонента и прогресс достигнуты во время работы проекты которые там то что вы презентуете сегодня если они будут выглядеть также завтра то это скорее всего будет минусом для членов жюри то есть не скорее всего точно будет минусом поэтому идея в том чтобы вы воспользовались этим временем которое у вас есть здесь помощью менторов чтобы именно как я сказал переосмыслить ваш проект протестировать его так теперь технические детали вай фай у нас вот здесь вот я вот я и так это